Здравствуйте, меня зовут Алексей Кузнецов. Хочу рассказать, поделиться своей ситуацией. Произошла она в декабре 2020 года, чуть более двух лет назад. В центре города, в заведении, произошел конфликт, который перерос в более серьезный конфликт, и в котором были нанесены очень тяжелые травмы, тяжкие телесные повреждения, которые повлекли за собой мое длительное восстановление. Восстанавливался очень долго, у меня было 2-3 планации черепа. Находился в тяжелом состоянии, но жить так сложилось, что более-менее я пришел в себя, восстанавливался, вернулся нормально к жизни. Соответственно, в дальнейшем начались судебные тяжбы, судебный процесс начался, слушание и так далее. Было уже, получается, 2 инстанции. И по решению этим инстанциям было вынесено то решение, которое, по моему мнению, оно несправедливо. Но, в принципе, и будем смотреть, как по букве закона тоже сходит. Плюсом еще меня к моему обращению подтолкнулась ситуация, произошедшая, она практически аналогичная, схожая ситуация. Блокнот «Воронеж» на эту статью с Губаревой, с Кристиной произошедшая, где происходит уголовное дело по 111-й статье, часть 2-я, у меня 1-я. Но ситуация схожая. И когда увидел, немножко удивился, то есть, зная свою ситуацию, уже окончательный итог ее, то есть, обвиняемому по моему делу, вынесли 2 года условно. Ситуация практически аналогичная. Губарева и Кристине вынесли 2 года лишения свободы. Вот, реального срока, так как она там еще и мать двоих детей. Вот. Но, что еще подтолкнуло меня на эту всю ситуацию, как бы, в обращении, потому что все эти инстанции судебные, их две было, да, Центральный районный суд и областной суд, апелляционный, прокуратура, государственный обвинитель, были на моей стороне и, то есть, требовали реального срока для обвиняемого. Первую инстанцию, вторую инстанцию и были не согласны. Вот. И тут в какое-то, относительно недавнее, приходит письмо, то есть, я уже перехожу в кассационный суд, то есть, несогласие с приговором. Вот. И, соответственно, приходит возражение сначала от обвиняемого, вот, и потом приходит возражение от гособвинителя, вот, от государственного обвинителя, от прокуратуры, то есть, у меня немножко возникли такие вопросы, как так, почему и на каких основаниях, вот, по непонятным причинам они поменяли свою позицию мне. Вот. Поэтому хотелось бы обратиться к прокурору Воронежской области Николаю Савронову, вот, помочь разобраться в этом деле. Как вам скажу, что я такой человек, как больше хотелось бы справедливости. Вот, там, финансовая сторона вопроса, она, там, да, как бы было еще гражданский суд, там, мне это не интересует, это меня меньше всего заботит, там. Вот. Я хотелось бы справедливости, потому что каждый должен, человек, нести свою ответственность.